Сегодня мы с вами поговорим о том, как в домашних условиях помыть окна и фасады без разводов при помощи своей химии или при помощи своих средств. Первое, чтобы вымыть окна без разводов, либо фасадные, нужно выбрать погодные условия. Не должно быть солнца, не должна быть дождя. Лучше выбрать пасмурную погоду, то, что эффективнее будет наноситься химия, либо ваши средства, каких вы применяете дома. Для продвижных средств вам нужна фибра, тряпка, либо, если нет, бумажное полотенце и скребок. Если скребка нет, можно использовать автомобильный дворник. Он также служит практически как скребок. Для того, чтобы выбрать химию, на рынке очень много, поэтому каждая хозяйка, каждый хозяин выбирает ее, который под себя сам. Можно без применения химии использовать народными методами, использовать уксус, либо спирт. Во всей химии, которая есть, во всей линейке для мытья окон, либо фасадов присутствует спирт. Поэтому можно это все сделать самому. Первый с использованием нашатерного спирта. До этого нужно купить в аптеке нашатерный спирт, набрать теплой воды 200 грамм и 5 капелек спирта нанести. При этом растворе можно будет убрать. Сложные загрязнения, мошки. Также есть еще метод применения марганцовки и синьки. Эти два химических элемента поможут не только убрать тщательно поверхность окна, либо раму окна, но еще при этом всем дезинфицируют поверхность. Тем самым вы убиваете микробы, которые у вас присутствуют на окне, либо на вашем фасаде. Для приготовления этого раствора необходимо 5 зернышек марганцовки сделать. Вода должна быть на литровую воду, допустим, чтобы вода была розового цвета. Берете обычную мягкую тряпку и наносите на стекло. И вымываете все свои загрязнения. Затем вы берете скребок и стягиваете скребком, чтобы не было развода. Окна нужно приступать мыть с внутренней стороны, а затем переходить на внешнюю сторону. Внешнюю сторону мы вымываем справа налево, наружную сторону мы снизу вверх. Тогда вы, когда закройте, слоните стяжкой всю влагу, вы увидите, где ваши разводы. Если разводы появились, берите, если нет микрофибры специально для этого, берите бумажную салфетку, либо бумажное полотенце, и вы сразу будете устранять свои разводы. Можно использовать обычный уксус. На литр воды 3 столовых ложки уксуса. Уксус является растворителем. Вся грязевая поверхность уйдет в любом случае. Итак, для начала вам нужно взять влажную тряпку, убрать оконная пыль, которая на окне, и рамная пыль. Сделаем это без раствора при помощи обычной воды. Пылевую грязь сняли. Затем уже работаем непосредственно с раствором, который вы выберете, либо с хим-средством, которым вы привыкли пользоваться. Начинайте с рамы окна, она более загрязненная. Вымывайте сначала внутреннюю, фасадную часть окна, рамную часть окна и внутреннюю часть окна. Затем переходим на внешнюю сторону окна и на наружную сторону окна. Как часто нужно мыть окна, либо фасады, все зависит от района вашего дома. Если вы это в укромном месте где-нибудь, где нет проезжей части, то можно это делать два раза в год. Если это проезжая часть, либо проспект, где пылевая нагрузка максимально, это надо делать два-три раза в месяц. Если у вас систематически не получается привести ваши окна в порядок, в городе присутствует очень много клиниевых компаний, которые приедут, вызвали, приехал специалист, и всю эту работу сделал за вас, чтобы вы отдыхали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!